друзья всем привет меня зовут лев я занимаюсь монетами антиквариатом сегодня хочу сделать обзор на монету 1 рубль 1892 года это царский рубль александра 3 который был сыном александра 2 да и отцом александров николая 2 в общем это был второй сын у александра 2 который на самом деле не хоть не думал бы быть коронованным там был еще один кто в общем и в последний момент он умер и александр 3 стал императором короновался были еще коронационные рубли ну это обычный рубль но в любом случае он стоит довольно много 7 700 по сравнению с тем что буквально через несколько лет будет николай второй его рубли на сегодня по стоимости полторы две тысячи рублей почему это дороже хотя там по весу и по размерам все то же самое даже по состоянию вот такие вот рубли у николая 2 стоит по полторы две тысячи здесь 7 700 почему потому что выпускалась при александре третьем намного меньше монет я не знаю было с чем это связано то ли с экономией то ли с реструктуризации нехватка оборудования при николае втором при александре третьем началась уже промышленная революция начались производить станки и в монетном деле это тоже самое начали началось в большом количестве производиться наверно при николая втором привезли все в страну и монеты начали чеканиться в большом количестве ну и плюс к тому денег стало больше в стране потому что экономику все-таки александр третий вместе со своими помощниками настроил очень хорошо разве начали развиваться большие рынки он сам встречался с боярами есть даже такая картина вальпре ну александра третьего что он из купца с купцами встречался то есть уделял этому большое внимание николай второй с купцами особо не встречался как бы он был птица высокого полета значит вот в таком состоянии рубль и здесь потертый серебро мягкий металл и как бы ухо и борда стирается плюс к тому здесь есть нацарапка я не знаю чем это сделано но просто видимо ребенок играл с другой стороны также монета сильно стертая не вида георгия победоносца плюс какой-то какой-то крестик наконец стоит и скипетр и держава также стерты но несмотря на это монета довольно дорогая и по стоимости 7 700 ну продать ее наверное можно за 5000 рублей купить за 7-8 тысяч далее у нас еще одна монета состояние намного лучше и цена вы как вы видите тоже в два раза больше почему потому что очень большую роль играет состояние монеты вот здесь видно ухо практически не стертая поле не стертая хотя есть небольшие забоины но никаких именно рисунков как здесь вот как здесь да вот именно и чем-то острым до такого нету небольшие забоины есть и плюс буквы не стертые то есть в хорошем состоянии монеты с обратной стороны вообще шикарная и скипетры держал практически не стертые георгий победоносец живой конь живой даже видно змея как он практикает вот эти линии тоже очень важны плюс гербы губернии также есть именно поэтому монета и стоит в два раза больше 14000 ну наверно купить ее можно реально за 15 продать где-то за 12-13 тысяч и у вас заберут и еще одна монета но состояние еще хуже чем у первой нашей монеты вот можно сравнить да раз раз здесь помню зеленка кто-то я тер ну это зеленка это проверяли на серебро то есть настоящее оно или нет плюс на шее вот видите такие порезы очень сильно это тоже проверяли ну царапали и проверяли на серебро не не проверяли скорее всего ребенок просто баловался и тер в общем с другой стороны очень большая забоина тоже проверяли на серебро откусывали и сам герб стертый именно поэтому эта монета шесть с половиной тысяч но это при стоимости серебра 500 рублей когда там 500-1000 рублей я не знаю сколько примерно данном примерно в общем возьмем среднее 700 рублей до монета стоит 6 500 это очень хорошо для этой монеты поэтому монета такая довольно редкая вот такие цены и такие именно состояние монеты если у вас есть монеты обращайтесь подписывайтесь на канал всем пока пока